Его фотоработы называют произведениями искусства, а самого художника-летописцем Святой горы Афон. Коста Сосимис – фотограф и грек, представитель русского свято-пантелеймонного монастыря на Афоне. В Одинцово знаменитый фотохудожник привез одну из своих четырех экспозиций, повествующих о жизни монашества, святых местах, отшельниках и удивительной природе Греции. За плечами более 130 выставок в разных городах России. В Одинцово впервые на подмосковной земле художника встречают советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Сама идея таких выставок, мне кажется, очень правильной, потому что администрация, понятно, административное здание с одной стороны, с другой, во-первых, это информирование и это, конечно же, просвещение. Где, если не здесь? И благо, мне кажется, что как раз здесь, в Одинцово, между идеей, такой вот креативной, ее воплощением проходит буквально один вздох. В Грецию Коста Сосинис приехал в 84-м году. Тогда же начал делать первые фотографии. И вот он, Божий промысел, знакомство с Паисием Святогорцем и наставление от святого старца. Когда я первый раз к нему попал, я даже не знал, кто это и что это, мы пришли с отцом Корнилием туда, или отец Абрамин, не помню, кто это был. И смотрю, они заходят там в комнату и что-то шепчутся. Я тогда не понимал, что такое, исповедь или еще что-то такое. Ну, шепчутся, шепчутся. Он выходит и мне говорит, на у тебя что? Ну, что у меня, у меня все в шоколаде, все хорошо. Не знаю, что там надо рассказывать, что-то говорить. Ну, какие-то проблемы. Ну, да, есть проблемы. Говорю, знаешь, вот я хожу, меня не разрешают фотографировать. Я говорю, твои проблемы? Ну, а какие еще будут? Я же не понимал, что там у меня... Надо ему рассказывать, что у меня проблемы дома или не дома, или по работе. Ну, вот он и такое, говорит, выбери монастырь по душе и живи с братьями. Там, Божья, Матерь все управит. Я говорю, я живу в Пантеле, на монастыре уже там сижу. Ну, и сиди там. Тогда же, в 80-х, Коста Сосимис обнаружил в монастыре заброшенную фотолабораторию, а в ней более 5000 дагеротипов, снимков о жизни монашества в период с 1850 по 1920 годы. Уникальная находка дала новый виток в творчестве Костаса, который по крупицам начал восстанавливать историю святых мест. Благодаря современным технологиям уникальные фотографии обретали второе дыхание. На выставке в Одинцово можно увидеть монашескую аптеку, литейный цех, обувную мастерскую и еще десяток исторических фрагментов. Царство Небесное Алексий тогда мне сказал, я ему жаловался, это был, можно сказать, первый батюшка, с которым я общался. И вот я ему жаловался, говорю, знаешь, вот у меня проблемы там. Он говорит, слушай, это тебе случайно в руки не попало. Это история России, это история православия, история Афона. К сожалению, говорит, на сегодняшний день, возможно, это никому не нужно, но придет время, когда это надо будет. Афон такой, какой он есть. Работы Костаса максимально реалистичны, без модной ретуши и эффектов. Иногда художник практикует постановочную съемку, монахи Костасу доверяют и фотографируются без опаски. Выставка «Святой горе Афон», безусловно, найдет отклик в сердцах Одинцовцев. Безусловно, бросаются в глаза те фотографии тех монастырей, где я был сам лично. И так как это было не очень давно, 3-4 недели назад, то это прям такое все живое-живое. Тогда тоже была хорошая погода, такая же солнечная, голубое небо, очень красивые, сочные тона, прекрасная природа. И сразу немножко так окунаешься в те два дня, которые я провел на Афоне. Дело в том, что я жил в келях, был на службах ночных, на утренних и пожил немножко такой вот, ну почти монашеской жизнью. Фотопутешествия в Грецию жители и гости Одинцова могут совершить ежедневно по будням с 9 до 18.00. И даже в выходные двери района администрации открыты для всех желающих прикоснуться к православным святыням таким, какими их увидел через объектив фотоаппарата Костас Осимис. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.